привет пацаны я когда-то очень давно говорил о том что очень редко это прям как как я те кто очень древние знают такого макаревича и машину времени до про синюю птицу песню вот так вот хочу сказать я когда-то в одном видео говорил что бывают пацаны с сиськами и как верно кто-то заметил пацаны это состояние души они возраст вот и про синюю птицу и пацанов с сиськами а к чему это все это свел в одно о том что пацаны сиськами это очень большая редкость я давненько уже такой вид не встречал но когда-то когда-то я видел так вот так что пацаны привет сегодня вечерочком будет видосик там про про кастом вагин и сравнение вот я решила выдать в эфир мой определенный какой-то утренний утренний философский высер точнее результат работы моего не очень не очень здравого сознания а размышления были какого характера мне иногда с людьми диалоги возникают иногда в мессенджерах иногда там в почте вот и по-разному они заканчиваются будет нормально не заканчиваться будет прям там прям с претензиями возмущениями да ты такой вот блядь пидорас блядь ты там такой хитрожопый блядь этот блядь наебываешь а на самом деле я вот думал я думал эти пацаны это знают и кстати пацаны сиськами тоже это знаю да знаете эту историю да когда спустя месяц отношений я блядь думала что ты вот ёб твою мать я тут причем это ты так думала я к этому не имею никакого отношения это ты себе придумала мой образ вот это знаете я сейчас когда размышлял на эту тему я иногда когда сру даже размышляю да а сейчас было проще выглядеть с океана снимаю гидрак там снимаю смываю соленую воду и как-то мысли пошли сами по себе я вспомнил аналогию про у меня есть видос про отношения кстати вот там об этом я говорю да про про некий пошитый костюмчик вот который ты пошил или пошила это причем применимо и к тем у кого есть хуй и тем у кого нет хуя но есть сиськи это имеет отношение к обоим категориям и те и другие этой хуйней грешат я даже когда-то грешил этой хуйней ну вот и пошил какой-то костюмчик создал некий образ да вот сам причем вот опираясь на какие-то свои там тараканы да а потом такой ёб твою мать а что за хуйня а почему этот образ не соответствует реальности до претензия так вот более конструктивно поведу сейчас диалог я к чему вообще всю тему меня-то на самом деле уже блять не давно не не беспокоит вот вопросы чего там блять кто там обо мне думает какой образ блять обо мне создали соответствует а мне или не соответственно если он не соответствует обижаются там на меня или не обижаются думаю что я мудила или не думаю что я будило там и ну и крайну прочее как бы ну так и чтобы сказать и инстаграм на социальное подтверждение целостных целостности и дан все достоинства моей личности, мне не надо уже, блядь, очень давно ну, вот, как бы, так вышло так вышло, это был процесс, но мне давно уже не нужно подтверждение там, вот это, как бы уже то есть, вот это, что ты охуенный ты классный, блядь, ты стильный ты умный, мне вот это мне похуй, можно сказать, ты долбоеб, блядь выглядишь как уебище, блядь, и живешь как бомж вообще, не проблема блядь, как бы, это будет сугубо ваша философия ваша точка зрения, ваше представление обо мне, и мне, в общем-то, похуй вот такая тема ну, почему я все же решил это выдать предоставить общественности, сейчас объясню это важно, не для меня, для вас смотрите так как искаженкой информации и представлением о других людях страдают и нормальные люди в отличие от долбоебов и я считаю, что вообще нормальных людей большинство долбоебы, это ну, конечно, не синяя птица но их поменьше я когда вижу много долбоебов у меня вот опять-таки это история это представление об окружающем мире как он должен каким он должен быть да, и вот блядь, не соответствует блядь, они долбоебы вокруг да, ну вот на самом деле нет вот разберись в настройках своего программного обеспечения Макс вот так вот даже нормальные люди страдают такой хуйней как вот это вот перекос перекос представлений о окружающем мире перекос представлений о том как окружающий мир должен вести себя с ними что еще некое некое представление о людях в силу какого-то их восприятия да которое сформировалось непосредственно у самих людей вот и точно так же может сформироваться некое представление обо мне да оно может быть хорошее плохое неважно да но когда происходит какой-то контакт бывает такое что представление не соответствует действительности то есть к примеру кто-то услышал там много раз в моих видосах слово хуй о ну вот а чувак такой ну бля любит там под магазином с пацанами с мужиками там бухнуть там за ВДВ там да там покуражиться над всякими долбоебами да вот которые слабее их вот и думают что я такой же с ними рубаха парень пишет братан блядь здорово а я такой слушай ты по существу вообще что ты нахуй я сейчас занят блядь ну если у тебя есть вопрос формулируй его блядь и напиши мне сообщение и тут такой чувак хуек ёпта как так это ж такой блядь это ж это ж прям мне как братан блядь он же слово хуй раз в 10 видео сказал ну вот а тут он такой как это как бизнесмен какой-то блядь я занят там иди нахуй ну вот мне не интересно там общаться раз ситуация давай ситуация кто-то видит там видео там альтернативного характера там и услышал там слово там взаимодействие и помощи людям в общем-то они как бы действительно есть и действительно эта философия ну она присутствует в моей жизни но часто у людей это вырастает в такую глобальность в большую глобальность прям как будто вот я блядь как этот как никола тесла блядь вот живу прямо вот только блядь весь мой мир сфокусирован на изобретении бесплатной энергии человечества вот да вот и как бы начинает меня зазывать блядь там не знаю кружок рукодельщики альтернативщики блядь а это не не весь мой мир почему там я на этом сконцентрировался допустим почему я подал какое-то количество информации как из говна и палок сделать бойлер как правильно вам собрать подобрать собрать энергосистему солнечную как там блядь не знаю еще на холодильник газ не тратить использовать там а я еще это видос не сделал как я перевел на компрессорную систему но не суть вот я это предоставил потому что я там наебался много раз допустим в каком-то том или ином направлении к примеру с солнечной системой ну вот это раз да мне это очень не понравилось я потерял много времени сил и денег это раз два по какому-то другому направлению по какому-то другому направлению я наткнулся на видосы чувака который абсолютно бесплатно предоставляет информацию и мне понравился этот концепт мне понравилось что бля мне не нужно ломать голову рыть интернет вот оно все есть в одном месте я такой блин Макс у тебя же есть те и те знания ты же можешь так же сделать это ну как бы это удобно это полезно это приятно как и потребителю так и ну не знаю кому-то как источником не знаю мне да мне приятно мне приятно допустим дать информацию которая оказалась полезна как другим не знаю ну вот и я это сделал но это не вся моя жизнь вот кто-то там еще там какой-то там вопрос мне к примеру там задает пишет там вот и или просто хочет попиздеть со мной а мне мне интересно просто попиздеть ну нет у меня как бы у меня формируется я не социопат у меня формируются отношения с людьми у меня там есть какие-то там друзья которые вот появились не знаю кто-то даже с момента просто попиздеть но это как любовь это как любовь она запланированно не происходит это так это так так вышло так случилось но и кто-то иногда пишет мне просто попиздеть вот и опять-таки натыкается а с представлением с представлением что у меня доебанной матери вообще времени вот смотрит видос он нам пальцем в жопе ковыряется по пляже ходит какие-то видосы снимает плескается нихуя не делает у него времени валом нормально попиздим а тут я такой слушай у меня нет времени опять не соответствую представлению обо мне и реальной действительности ну пример можно дохера приводить на самом деле вот я к чему говорю я к тому говорю что не стоит не стоит придумывать себе какую-то схему какое-то представление о человеке и ожидать как бы его соответствия почему я говорю то что я вначале говорил да что мне похуй что вы обо мне думаете да но для чего я это все объясняю сейчас для той прослойки вменяемых людей для которых может информация которую я даю оказаться полезной ну полезной там не обязательно для каких-то глобальных изменений там банально там что-то блядь в кемпере сделать да возможно я там какой-то видос следующий запилю возможно что-то узнать да вот но но если вдруг так вышло что ваше представление обо мне вот не подтвердилось вот и дальше ваш фантазия туда приплело хуевую тучу всяких херней типа там да это какой-то там блядь там не знаю там пиздобол там блядь он там что-то придумывает он там блядь не знаю там деньги на этом зарабатывает или еще что-то ну не важно как бы похер как бы фантазия человеческая безгранична да вот и такие типа ну короче такой опыт сразу расстроились обиделись короче и слили не стоит этого делать не стоит этого делать по одной простой причине да потому что я ну вряд ли буду соответствовать вашему представлению это раз два расстроившись от несоответствия реальной действительности и вашему представлению вы можете проебать какую-то информацию вот и так касаемо не только меня а ну мира в целом мира в целом вот хер с ним скажу я об этом очень часто очень часто заблуждение вполне себе нормальных людей вообще не касаемо меня вообще в общем бывает происходит из-за склонности к крайностям вот либо к дуальностям да вот абсолютно противоположностям да черное-белое добро-зло блядь свет-тьма как бы да вот и очень часто мы делим там да хороший-плохой да позитивный парень только помогает или блядь он сука хитрожопый и блядь на этом зарабатывает вот и я вам скажу что любое ваше представление о чем-либо угодно и обо мне тоже оно будет в себе нести все элементы весь спектр цвета все оттенки вот и добро и бескорыстие и какую-то материальную выгоду вот это очень популярное заблуждение это знаете вот выглядит очень очень красиво да там пропагандировать нужно быть добрым да вот и там хорошим вот и нельзя бы там злиться да и быть там каким-то там чертсом вот или там нужно быть только бескорыстным там и так далее да вот это знаете это как попытка выкинуть из концепта существующей вселенной какую-то половину важных элементов да как же это вам объяснить смотрите все наверное знают что такое мозаика у меня мозаики сейчас нету но я смогу вам показать вы знаете что в мозаике есть выпуклая часть и вогнутая часть вот и это две необходимых стороны чтобы создать некую структуру и картинку у меня мозаики нету вот у меня есть два стакана вот и вот здесь есть вогнутая часть а здесь есть выпуклая часть и чтобы создать другую форму две этих части необходимы чтобы их соединить у мозаики там еще есть выступы да чтобы она не развалилась вот так вот когда мы говорим что существует только белое, только хорошо, только добро, мы отвергаем существование вогнутой части. Мы говорим, что есть только выпуклые части, а это хер состыкуешь. Вот. И под завершение своей мысли, я уже заебался своим пиздежом, но я вам скажу мое мнение о дуальностях и только черном и белом. Любители религии, напрягитесь, я сейчас буду засирать нахуй. Концепт рая. Так вот, ребятки, я вам скажу, что если бы существовал дуальный мир, как рай и ад, рай в концепте, там, где все такие, все только, блядь, добрые, говорят культурно, светит солнышко, поет нежненькая музычка, нет темноты, нет брейкора и хардкора, вот, нет слова хуй и нет жесткой ебли, то я бы выбрал ад. Потому что в аду, в тотальной темноте, но при большом желании и сознании можно найти способ добыть свет. И когда ты, имея кромешную темноту, добавишь туда свет, ты можешь получить, блядь, всю палитру. Но ты никогда не сможешь сделать обратное, блядь, в раю. Поэтому для меня концепция, туповато библейская, блядь, не знаю, бабушка детского рая, она абсолютно непригодна для жизни. Вот. Мир, он целостный. Важно уже направление течения, куда вы двигаетесь, вот, с полным набором инструментов и с полным набором оттенков. Вот это важно. Вот. Но в нашем пока мире мы находимся, наверное, единственный вариант как-то взаимодействовать с этим миром и не лишать себя возможности получать информацию, это не строить каких-то ожиданий заблаговременных. Заблаговременных ожиданий и... Ну, не разбирать все под микроскопом. Вот. Я как-то смотрел какой-то видос какого-то индийского умного дядьки. Вот. И он говорил, что цветок, он прекрасен, когда вы просто вот его созерцаете. Но полное говно начинается, когда вы начинаете его, блядь, разрезать, разбирать, разглядывать под микроскопом. Вот. Я на своем опыте убедился, что в человеческих отношениях такая же херня. Вот. Мне иногда приходится чуть-чуть абстрагироваться от каких-то индивидуальных особенностей. Вот. Нет. Иногда от чего-то невозможно абстрагироваться, когда ты, ну, не можешь уже избежать видения очевидного пиздежа. Когда тебе говорят, что это банално, ты видишь, понимаешь, что это не банан, это хуй. Вот. Но... Но некоторые индивидуальные особенности стоят... Стоят, наверное, чуть-чуть держаться от них на расстоянии. Тогда вы видите картину в целом. И... Тогда вам проще взаимодействовать. Когда мы начинаем разбирать под микроскопом, вот. Возьмите, разберите самую красивую телку. Вы увидите внутри кишки и говно. Вот. Поэтому... Лучше... Лучше определенными вещами любоваться вот просто в их целостности. И принимать вещи, людей, события, отношения. Вот так, как они есть. Не пытаясь их разбирать. Все. Буду запивать кофеечек и готовить что-нибудь пожрать. Покеда.